Девчонки, а можно отвлеку? От чего в случае объявления военного положения? Почему надо с кладами делать? Не надо с ним ничего делать. Просто при объявлении военного положения, то есть именно полностью по всей стране военное положение, если объявляется, то по закону государство имеет право денежные средства или безморозить, либо изъять в пользу государства. У всех. Кредиты, по-моему, тоже останавливаются. Кредиты аннулируются. Но и деньги тоже забираются. А если застрахованы, то не забираются? Да. А как узнать застрахованы? Больше миллиона четыреста застрахованы или не застрахованы? Нет. Это вот, допустим, здесь у нас у клиента была... Вот у меня вклад в ВТБ, например, копилка. Она что, застрахована? Нет, это обычная счета. Ух ты. А что, надо снимать что-то? Нет, вряд ли у нас что-то будет. Это мы тогда открывали, когда только все это начиналось. Кстати, сейчас говорите, может какие-то бумаги начинают приходить? Нет, нет, это просто... Это мы открывали два года назад, когда только все это начиналось. Как раз, начиная с февраля, марта, апреля 2022 года. Когда все это начиналось, еще тогда неизвестно было, что будет. Сейчас-то все тихо, спокойно, поэтому... Да что-то не особо спокойно. На заводах говорят мобилизацию с понедельника. Ну... Ему же документы пришли. У меня муж военный, я знаю. Тоже слышали? Да. Про мобилизацию, да. То, что сейчас, скорее всего, вероятность там 90% будет новая волна мобилизация. Но она будет не полная, а так же... Ну, понятно, как они не полную делают, чтобы военное положение не объявить. Да, при полной мобилизации должны объявить военное положение, закрыть все ипотеки, закрыть все кредиты всему населению. Это крах экономики, поэтому делается частично мобилизация. Ну, это уж так вот, простыми словами, чисто между нами. Ясно, спасибо, ладно. Сюда. Пожалуйста. Вот еще одно подтверждение было. Да. Прямо в банке говорят. Прямо в банке. Прямо в банке. Ура. Спасибо. Прямо в банке.